МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале ИМПАК. Мы в прямом эфире. И добрый вам вечер, доброй ночи, доброго утра. Более чем уверен, что с нами ваш вечер будет еще лучше, еще добрее, еще бодрее. Поэтому благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Это программа влияния. Я не один. Пастор Александр Пекун. Свет Евангелия. Приветствую. Приветствую. Хочу быть частью этого доброго вечера. Доброго вечера. Да. Александр, в основу нашей беседы я прочитаю небезызвестное место апостола Павла, послание к фессалоникийцам. Это первое послание, глава вторая. И я возьму с седьмого стиха. Апостол Павел говорит той церкви, которую он основал, куда Господь направил ему, и которая стала, как он позже пишет, образцом, которому можно подражать. Он ниже пишет. И он пишет так. Мы могли явиться с важностью к вам, как апостолы Христовы. Здесь большой буквы апостолы. Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Были очень тихи. Затем девятый стих. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Десятый стих. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами верующими. Двенадцатый стих. Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. И затем он пишет. Поэтому непрестанно благодарим Бога, что принявшие от нас слово, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, коим оно и является. Александр, тема нашей беседы это, чем болит пастырское сердце или боль пастырского сердца. Знаешь, Александр, скажу тебе так откровенно, как на духу, знаю я тебя много лет, мы знаем друг друга. Я заметил в тебе, и, наверное, этим и вызвана была та тематика, которую мы решили поднять. Я заметил в тебе, наблюдая, как говорится, со стороны, что когда задаешь тебе вопросы, брат, как служение, как церковь, как народ, в тебе всегда присутствует скромность, и это, я говорю, заслугу, это к чести, потому что, когда задаешь временами вопрос служителям, как брат, как служение, как народ, как то, другое, третье, ну, часто слышишь такой пафос, такие слова, знаешь, лозунговые слова какие-то. Это вот, может, Господь благоволит, может, и нет к этому, но скромности ради я заметил в тебе, что ты как-то более кредиты Богу отдаешь, чем вот, ну, говорить, вот я, вот я, там и вот, там и достигли, там и то, то, то и то, другое, десятое, третье. Наверное, Богу это нравится, но тем не менее, пастыр, все-таки сердце твое болит от чего-то. Есть те какие-то моменты, работая с людьми, работая, созидая церковь, то есть, и, и, это очень тяжелый труд, очень тяжелый. Это не лег, это не увлекательное путешествие в страну чудес. Это все-таки работа с людьми, с людьми, это душепопечение, это, это труд, это бдение. Апостол Павел говорит и днем, и ночью, и работая и своими руками. То есть, и он говорит, были чихи, были нежные, как кормилицы обходились с вами, нежно обходились. И чуть ниже он начинает говорить, что вы стали образцом для верующих. То есть, вы стали, то есть, на вас глядя, то есть, подражают вам и вере вашей. То есть, ну, тебе слава, пастыр. Ну, я думаю, что, исследуя Писание и вообще исследуя сегодня служение, наверное, будет справедливо сказать, что одной из самых ответственных задач любого человека, кто находится в служении, особенно в роли пастора, это настроить свое сердце. Ведь мы люди настроить его так пред Богом и так пред людьми, как настраивают инструмент музыкальный, как настраивают гитару для того, чтобы она звучала, для того, чтобы было здорово. Есть позиция, в которой Бог желает видеть каждого служителя. И, наверное, это одна из самых веских или самых ответственных задач каждого служителя. Быть, вот как Павел говорил, быть правильно пред Богом, понимать власть, которую дал Господь, понимать народ, которого Бог поручил, заботиться, кормить, даже в какой-то степени воспитывать, подымать народ. И, конечно же, нам свойственно, людям, чтобы в нас преобладали наши человеческие методы. Это обычные методы, которыми мы пользуемся. Руководство, да? Да, менеджмент. Менеджмент, наш характер, наши сильные качества, наша непримиримость, наше сознание, как это могли, справедливо, несправедливо. Но важность, наверное, заключается в следующем. Первое, иметь вот этот правильный гармоний, баланс между народом, которого любит Господь, между Господом, который любит народ, и понимание себя, что без Господа ты просто, просто пустота, место, которое может, в общем-то, и не значиться на карте духовной жизни. Как тебе удается сочетать в себе? Потому что я периодически смотрю, проповедя в вашей церкви, когда вещаются на это, на импакте, скажем, откровенно, как на духу, что за кафедрой ты, когда проповедуешь, говоришь слово Божие, я так понимаю, да, мы понимаем, что это слово Божие, значит, ты говоришь, как власть имеющий. То есть, как тебе удается сочетать в себе все-таки служение, когда ты общаешься с людьми, я тоже как-то со стороны наблюдал, ты более так, более мягко, более так ищешь подходы в беседе, в разговоре, в советах, какие-то более мягкие. То есть, модель твоего служения, она чуть-чуть отличается от того, там, как один мне говорит, я запрещаю, повелеваю, я наказываю, если надо, отлучаю, то есть, я говорю, ты как Чапаев действуешь. Да. А как тебе приходится сочетать в себе эти элементы? Вообще, я постараюсь ответить на этот вопрос. Вообще, по натуре, по своей природе, я очень жесткий человек. В моей молодости, особенно я жесткий, к наглым людям, невежественным людям. То есть, если у меня было доброе расположение к людям, которые честные, то к наглым людям у меня просто на них была аллергия. Мне от этого было очень всегда сложно в жизни. И я понимал, даже когда Бог начал призывать меня к служению, я понимал, что с моим характером, с моими качествами, моей личности, в общем-то, ничего хорошего в церкви не получится. Потому что Чапаев, который рубает не одной шашкой, а двумя сразу. Поэтому я начал об этом иметь дело с Богом. Господи, ты знаешь то, что неприемлемо в моей жизни. Я начал об этом молиться и работать. Но следующее, Юрий, что я заметил. Когда пастор приближается к Богу, он начинает чувствовать, болеть за народ. Ему дорог народ. Он не думает за себя. Когда пастор далеко от Господа, он думает за себя. Его болит свой успех. Авторитет. Как плодирует ли ему после его служения, проповеди, приглашает ли его в гости, имеет ли он хороших друзей. И все остальное. Есть служители, которые каким-то образом, мне кажется, они потеряли вот этот близкий контакт с Богом. И они болеют, болеют и не знают, почему они болеют. Мучаются сами в себе. Но всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, в нашем сердце появляются те же чувствования, которые есть во Христе Иисусе. А Христес радуется своей церкви. И также испытывает определенную боль за свою церковь. Он радуется там за тех, кто внимательен, кто сотрудничает с ним, кто живет жизнью, которая, в общем-то, прославляет Господа. И, конечно же, ему не безразлична пассивность людей или другие проявления, которые есть в народе. Поэтому, наверное, секретом является следующее, когда мы понимаем, что Господь... Я, наверное, каждое утро говорю себе такую фразу. Я себе говорю, хотя я обращаюсь к Богу, но я говорю себе, Господь, это не моя церковь, это твоя церковь. А помоги мне сегодня вот так нежно, вот так внимательно, так чутко относиться с твоим народом. Вот, применяешь ли ты элементы жесткости? Ну, я не говорю грубости. Такие негативы должны, наверное, вообще даже не именоваться. Может, это будет неправильно сказано, но у меня с Богом есть один договор. 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 В прямом эфире ты можешь его... А ну-ка, озвучи, да? Я говорю, Господи, избав меня от жесткости. То есть, если я буду принимать кому-то меры, однозначно тебе придется потом наказывать меня. Потому что я, как человек, проявлю где-то свой характер, свои качества моей личности. У меня есть мужская личность, которая порой бывает непримирима с какими-то элементами. Вот, наверное, я критичен к тебе, требователь к себе и готов такое уже проявить, и, наверное, к другим, что будет неразумно конкретно. Поэтому я говорю, Господь, я сделаю свою работу. Но когда придет время... Тебе? ...делать, разбираться со своими детьми или со своими служителями, которые служат вместе со мной, то ты это сделай сам. Потому что если я это сделаю, то у меня с тобой будут проблемы. Потому что, помнишь, как есть написано, Бог посылает царя Кира, иди накажи. Он возвращается, он его встречает и говорит, слышишь, ты слишком наказал. Сейчас твоя очередь. Перегнул палку. Перегнул палочку, сейчас твоя очередь. Поэтому и на протяжении всех лет моего служения... Да, у меня есть определенный принцип. Если человек поступает несправедливо, неразумно, я встречаюсь с ним три раза. Я ему начинаю мою встречу с такими словами. Я тебя очень серьезно люблю. Поэтому я хочу сегодня с тобой откровенно поговорить, как брат с братом. Вот это и вот это на основании Писания неприемлемо в жизни, в церкви. И если после трех раз этот человек не исправился и даже не думает исправляться, я говорю, Господь, я сделал все, что мог. Сейчас отдаю эту часть тебе, потому что если я сделаю четвертый раз, будет больно. Кому-то будет больно. И, конечно же, придется тебе, Господи, взыскать смену. Прежде чем отдать человека, скажем, непокорного, может, бунтаря, а может, во грехе пребывающего, отдать его на суд Божий или на суд церкви. Вот ты именовал три, у тебя три встречи. Ну, может, две, три, может, чуть больше, туда-сюда, я так понимаю. Ну, если человеку нужна работа, увещание, если нужно с кем-то работать, я готов с ним встречаться и десять встречи. Понятно, да. Но если человек не воспринимает то, что ты ему говоришь, то я с ним делаю три встречи. Понял. И вот смотри, вот прежде чем отдать его на принцип церковного взыскания, исключения или замечания, что ты чувствуешь, прежде чем ты собираешь братьев или церковный совет, или общий совет церковный, и ты говоришь, достоин, наказание. Вот что сердце твое в этот момент чувствует? Мое сердце очень часто чувствует, если бы я мог бы понести за него, заступиться за него сам, я бы это сделал бы. Я ожидал, что ты скажешь, как мне один сказал брат, один служитель. Говорит, нечесть я в церкви не потерплю. Я задал ему тот же самый вопрос, который я задал тебе. Я ожидал от него, я ожидал почему-то, имей пастырское сердце, я ожидал твой ответ. Вот я тебе говорю, как на духу, вот не льстю без лести. Я ожидал твой ответ. Почему-то мне более вот такой ответ. Ну, потому что списать человека со счетом очень быстро, наказать его очень быстро. Да, он достоин, он трижды достоин. Да, побить его камнями. Но меня более впечатляет, прошу прощения, твой ответ, чем с легкостью приговор сделать, ну, там, все. Мне кажется, Юрий, что у нас всегда в служении есть искушение защищаться за Бога. У нас всегда есть искушение защищаться за святость. Да, и есть место, когда нам нужно принимать решение, можно сказать, чтобы защищать тело. Решение, которое, можно сказать, с болью в сердце мы вынуждены делать. Это есть в Писании, это есть для нас предписание. И мы не можем менять Писание. Я считаю, что оно справедливо, оно совершенно, оно полно силы менять людей. Но когда мы знаем сердце Господа, когда мы входим в его присутствие, когда мы спешим побыть с Богом по отношению этого брата или сестры, то мы начинаем понимать, что такое великое долготерпение Божье. Написано, он долго терпит. Долго терпит это. Это долго. Это долго. А если в Божьих измерениях, в наших измерениях долг бывает очень короткий. А у Бога долго – это долго. Поэтому, думая, что Господь не просто дал нам правила, которые мы должны защищать теперь, все эти правила, и Бог дал нам слово жизни. Бог дал нам откровение его себя. Бог дал нам возможность прийти в его присутствие. Бог дал нам возможность вначале побыть с ним, спросить у него. Господи, как? Я для себя всегда напоминаю один пример. Иисус Навин – это был удивительный муж Божий. Его жизнь прошла очень потрясающим образом. Но однажды он положился на свою амбицию, на свою мудрость. Там, где его просто обманули, обвели. Библия говорит, что он не вопросил Господа. Он не спросил его совета. А Богу нравится, когда мы спрашиваем его совет. Иисус Навин знал, что делать. Он поступил то, что он знал. Но помимо знания есть Божий совет. Для каждого разрешения вопроса есть Божий совет. Для каждого исправления человека есть Божий совет. Потому что если бы замечание, исключение исправило у всех людей, то мы бы авансов взяли бы всех на замечание. И потом всех исключили бы. Пусть исправляются. Но есть Божий путь. В ночи. Понимаю, что сердце тревожится. Переживание. Оно более тревожится у тебя, если можешь озвучить это в прямом эфире. Если нет, тогда оставь при себе. Оно более тревожится, когда тебе больно на сердце. Или бессонная ночь после, может быть, не столь теплого или не столь любеобильного братского совета. Или церковного совета. Оно более тревожно от того, бывает, что ты не находишь понимания, получив что-то от Господа. И ты, как апостол Павел Градия, от Господа принял и передал. Ты принял от Господа, и ты передал. И ты не видишь адекватной реакции на Слово Божие с твоих уст, которые Бог преподал. Тебя сердце болит от того, что люди не приняли или не так, как ты бы хотел, чтобы они приняли. Или тебе более сердце болит от того, что люди не принимают тебя как авторитет, который несет это Слово. То есть ты понял вопрос? Да, да, я понял вопрос. Юрий, Бог научил меня в начале моего служения, когда Бог проводил меня через братские советы. Когда ты стараешься, стараешься, стараешься как можешь. Понимаешь, что у тебя не хватает опыта. Ты новичок в этом деле. Но в тебе столько много любви, веры и ревности, что-то делать доброе. И ты стараешься, приходишь, и тебе вместо, чтобы кто-то похлопал по плече и сказал, молодец, продолжай, тебе однажды все получится. Ты просто выслушиваешь все, что ты заслужил и все, что даже не заслужил. И вот тогда было у меня несколько, у меня в жизни всего лишь было несколько таких ночей, когда я приходил пред Богом после братских советов. Бог научил меня глубокому секрету в этом, то есть другими словами, изменил мое сердце. Поэтому я никогда не испытываю недостаток сна после братских советов. Через это Бог помог мне как-то найти такой конструктивный дух в братстве, что в нас исчезли вот эти вот нелюбезности. Да, у нас есть рассуждения, мы поднимаются разные вопросы. У нас каждый брат, служитель может высказать то, что его есть сердце, понимание и все остальное. Но Бог исцелил нас вот от этой такой вот нездоровой конкуренции, какого-то, каждый читает между строк и тому подобное. Поэтому, когда я иду на братский совет, я понимаю, что там соберутся такие, как и я, люди, которые достаточно порой несовершенные. Я иду с самым большим чувством любви. И это, мне кажется, вот иду к братьям, иду сегодня вообще. Поэтому даже если в нас что-то мы не решили с первого раза, это не значит, что я приду домой. Что меня забирает сон, Юрий? Что меня иногда тревожит в мое сердце? Это тоска по Богу, это ревность за народ. Это когда я вижу, когда Бог протягивает свои руки, когда Бог посылает свою благодать, когда Бог много раз в моей жизни просто предупреждает людей. Я прихожу в их жизни с конкретным словом предупреждения. И вот где мне больно. Мне больно от того, что эти люди игнорируют то, что им говорит Господь. И я понимаю, что их не игнорирование, это не просто временная слабость. Это путь большие испытания. Они встречают в своей жизни. Потом, допустим, даже такой пример расскажу. Однажды я встречаю одного брата, в общем-то, в магазине. Я почувствовал от Бога какое-то к нему слово. Я подхожу к нему, и я ему сказал короткое слово. Через три недели я пошел посещать одного узника. Молодого человека, который сидит в этом самом тюрьме. Но не за слово Божье. Не, не за слово. Здесь за слово никто не сидит. Это печальная картина, конечно, когда молодые люди, родители, которые есть в церкви, знают Господа, попадают туда. И вот я сижу и с ним разговариваю через окошко. И вдруг мои очи упали туда вниз. А вниз, я смотрю, проходит этот брат. И в моем сердце такое недоумение, почему он здесь. И Дух Святой мне говорит, а вот потому что ты его тогда, вот я послал тебя тогда вот в магазине. Предостеречь его. Предостеречь его, да, он прослезился прямо в магазине, но он ничего с этим словом не сделал. Вот от этого, это мне забирает сон, это мне оставят на колени. Ходатайство, поиск, желание, чтобы Божье царство все-таки было воспринято людьми на более глубоком уровне. Какие ключи, если ты можешь в рамках эфира, если именовать, какие ключи ты считаешь важно применять? Сделаю перечисление. К непокорилым, к буйным, к тем, которые противостоят, противодействуют, может быть даже враждуют в церкви. Те, которые не работают на созидание, а на разрушение. Есть ли те ключи, что ты можешь именовать? Да, номер один, номер один, это поступать мудро. Служить пастырь должен поступать мудро. Потому что я замечаю, что сами мы же сами иногда даем пищу этим людям, провоцируем людей на бунт, на какое-то недовольство. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что пастырь тот человек, у него есть пастыр-начальник. Он отображает, он как зеркало должен на земле отображать истинного пастыря Иисуса Христа. У нас есть искушение, особенно когда мы послужили уже, когда у нас получилось сказать проповедь, когда нам люди сказали, у тебя хорошо получилось. Если пришел какой-то маленький успех, у нас есть такое искушение, как-то уже... Сразу расправляется грудь наша. Пастыр-начальник как-то становится дальше, дальше, дальше. Мы знаем, у нас уже есть уверенный нам людьми авторитет, и мы очень часто функционируем именно на этом. И вот здесь мы начинаем поступать неразумно, давая людям многим вот пищу для... Но когда мы ходим вот в Боге, когда мы ходим в Духе Святом настолько близко с Господом, Бог помогает нам предотвратить многие вещи. Павел говорил, нам замыслы врага не безызвестны. Вот я полагаю, я верю, что враг, он коварный, он хитрый, он делает абсолютно много заблаговременной подготовки к каким-то негативным процессам. Но все равно, когда мы стремимся быть с Богом очень рядом, чтобы быть внимательным к нему, Бог просто нас проводит так, что у нас этих вещей, если даже они есть, то они не приносят нам вреда даже цель. Вот смотри, пастор Александр. Друзья, мы в эфире, пастор Александр, старший пастор церкви «Свет Евангелия», вещаемся из Калифорнии, солнечной благословенной Калифорнии и столицы штата Сакраменто. Поэтому вы очень правильно сделали, что вы настроили сегодня на эту волну свой не радиоприемник, свой телевизор. Поэтому оставайтесь, не уходите с импакта. Александр, вот как удается и удается ли тебе всегда с первого раза захватить внимание людей, когда ты проповедуешь, когда Бог дал тебе слово. И вот ты настолько достигаешь цели, поставленной в проповеди, что ты можешь сказать, ну, после проповеди получилось, или ты чувствуешь, слушай, вот этого не сказал, или вот это упустил, или вот какая твоя реакция? Опять же, здесь скажу, что это очень тонкая сфера, потому что здесь можно функционировать душевно, а здесь можно функционировать духовно. У нас есть естественная реакция, когда нас принимают, и когда нас не принимают. Это однозначно, что я часто говорю, даже людям я часто говорю такой примерный пример. В моей жизни однажды пред Богом я начал задавать вопрос, Господи, почему иногда я к проповеди готовлюсь, ну, иногда, начиная с понедельника, и только получая слово в 3 часа утра, в субботу ночью, примерно, Господи, ты, ну, в чем дело? Другой раз, вот оно, вот так, пришло, я имею слово, я прихожу, я понимаю, что я выполнил, я выполнил это слово, не только вышло, я знаю, что оно достило свои цели. Вот. И я заметил для себя, и когда я начал спрашивать у Бога, почему, Бог мне не ответил конкретно, но Он мне начал показывать, что происходит. Всякий раз, когда мне легко дается проповедь, об этом кто-то просил, в этом была жажда. После, каждый раз, когда мне легко дается проповедь, ко мне звонит несколько человек, обязательно один, и говорит, пастор, я просил у Бога, я уже столько-то недель ищу ответ на эту нужду моей жизни, и сегодня Бог потребил тебя, чтобы ответить мне. И я людям говорю, люди, просите что-нибудь, Господа, будьте в духовном поиске, ищите. Тогда тебе легче будет. Тогда мне легче, тогда мы приходим, тогда мы приходим, и мы, в общем-то, мы исполняем, мы тогда течем, как река, тогда мы как река, тогда мы не ограничены, нас даже не тревожит, если кто-то даже нас не слушает, потому что мы выполняем, мы ответ Божий на нужду. Конечно же, сегодня часто пасториар работают как психологи, приходится знать и вычислять, что все-таки людям болит, что им лучше сегодня учить, о чем предсказывают, я не осуждаю. Или, с другой стороны, что им нравится слышать. Или что им нравится, очень часто, что им нравится, поэтому, конечно же, есть интересы у людей, которые есть интересы у людей, но все равно все-таки есть духовная жажда, на которую Бог отвечает. Вот удивительно, когда есть, можно составить хорошую проповедь, можно отрепетировать ее у зеркала, можно найти... Жесты правильные. Жесты правильные. Мимику лица. Много фактов сделать речь, ну вот, красивую. Ну вот так, чтобы тебе и по-настоящему зааплодировали. Но насколько это принесет плод, потому что силу имеет только Божье послание, Божье слово. Как не стать на побегушках у людей? Вот пастырю, который получил от Бога полномочия, вот он имеет духовный авторитет, он имеет власть, и все, что с этим связано, он получает слово от Бога. Народ ему верил, мандат, как мы и говорим. Но как не стать на побегушках у народа, у какой-то определенной части церкви, вот, которой много жертвует. И ты в проповеди, не ты, а я обобщаю. И пастыр боится, как бы не наступить на мозоль, как бы так угодить одному, второму, третьему. Я вспоминаю, это не в смысле укора, но я вспоминаю историю вот одной церкви, которая имела место здесь, в пределах Солнечной Калифорнии, в одной из больших американских церквей, когда пастыр стал марионеткой в глазах бизнес-совета церкви. Те, которые много, миллионы жертвовали ежегодно. И вот он перестал обличать грех. То есть стал марионеткой, говорят в прямом смысле. И ряд наших соотечественников, кстати, ушло с церкви. Это я лично знаю. И мне они рассказывали один, и второй, и третий, почему они ушли. То есть, как не стать на побегушках у тех, которые, может быть, сидят в зале, но это не вас, братья и сестры, это не вас, вы все хорошие, сидят в зале и преследуют определенную цель, слушая пастыря. Или это невозможно? Ну, это возможно. Это возможно. И это очень просто. Это очень просто. На самом деле, я вырос в доме пастыря. Считаю, что мой отец, он боялся Господа, кто любил народ Божий. Я мог много научиться от него. Но так как он имел много контактов, поэтому друзей, которые также в служении, я смог со стороны наблюдать за многими пастырями и ихней историей. Очень часто, я думаю, что ответ простой. Все находится, кто является удовлетворением твоего души и твоего духа. Когда мы ставим Господа удовлетворение нашей души, когда мы ищем удовлетворение от Него, тогда мы находимся вот в этом балансе духовном, который нас никогда не... Мы никогда не пойдем на поводку у толпы, у людей, у тех, кто жертвует, у тех, кто проплачивает. Чтобы этого не стоило, да? Да, чтобы это не стоило, потому что они не являются предметом моего удовлетворения. У них ни деньги, ни то, что они сидят на первой скамейке, никто они сидят, никого они приглашают, кто их друзья. Знаете, есть служители, которые, в общем-то, приходишь, и первое, ты выслушаешь, с кем он здоровался. Даже фотографии можно посмотреть. Даже фотографии можно посмотреть. На фейсбуке где-то. А я думаю, меня это не впечатляет. Ну, я считаю, что это хорошо, дружить с высокими людьми. В этом ничего предсосудительного. Но когда они являются средством твоего удовлетворения, когда ты, оттрудившись, потому что пастыря-то люди, которые много трудятся. И поэтому они ищут вознаграждение, душевного удовлетворения, духовного вознаграждения. Кто-то, это как человек, который распахал поле, он посеял, оттуда поднялись плоды. И это его вознаграждение. Он осенью получает вот эти колосья, вот этот плод. Ему это как раз в нашем служении важно, чтобы мы в Боге нашли удовлетворение. Ну, вот тогда мой вопрос будет истекать из твоего ответа. Я вот вырвал одну фразу. Ожидаешь ли ты тогда, когда мы говорим о посевах, ожидаешь ли ты от людей, ожидаешь ли? Если можешь ответить на этот вопрос, все-таки их понимание, их уважение, ну, это естественно ожидать. Ожидаешь ли ты стопроцентной гармонии с тем, как ты ведешь, с тем, как ты проповедуешь? Ожидаешь ли ты похвалы от людей в свой адрес? Или ты делаешь это как Богу, вверенное служение, а вы как хотите? Здесь тоже очень тонкая сфера, которую, ну, нельзя перегнуть в одну-другую сторону. Потому что Библия говорит, что ты внимай стату. Есть состояние, в котором мы должны, в общем-то, смотреть. Допустим, я пришел в одно, однажды в моей жизни, я проповедовал в одной церкви. Такая печальная картина. Пришел, сел, замел 15, на третьем ряду сижу, я должен буду проповедовать заключительную проповедь, наблюдая за картиной, что происходит в этой церкви. Смотрю за несколько минут, молодежь, это не была большая церковь, человек может сто церковь, смотрю, около десятка молодежи, они пришли, сели на первый ряд, на второй ряд, первый не был занят. Я так подумал, о, как здорово, какая хорошая церковь, молодежь впереди, в общем-то, значит, жизнь, все хорошо. Конечно же, через буквально несколько минут, они вот как в депрессивной ситуации, они опустили голову, и так сидели до конца соврата. Когда я вышел проповедовать, и передо мной проповедовали еще один брат, я заметил за людьми, что если он что-то скажет, все сразу смотрят на пастора, все на пастора смотрят. И мне стало больно. Я подумал, а лучше бы смотрели бы на них. Все проповедники, если их не касаются, если это не важно для них, если мы не можем их, те, которые находятся в самой, очевидно, они находятся в самой духовной нужде. Поэтому сказать так, что мы не должны обращать внимание на народ Божий, это будет абсолютно несправедливо. Мы должны наблюдать за их состоянием, чтобы Бог, иметь с ними связь, чтобы Бог мог дать нам понимание их сердца. Конечно, признаюсь, любому человеку приятно, так есть даже без писания написано, что мы вдохновляем друг друга, когда мы поддержим друг друга. Но когда она переходит на, опять же, на этот поиск нашей души, чтобы нам зааплодировали, чтобы нам сказали «ку», чтобы сказали «вау», ты должен посмотреть этого брата, как он проповедует, если ты не посмотришь, что ты потеряешь многое, это уже другие, это уже неправильные мотивы. Пастор Александр, ты говоришь, ты говоришь, поистине, вещи, духовные вещи, в идеале. В идеале оно так должно быть. Я сто процентов согласен. Но, наверное, из-за того, что каждый из нас состоит из этих нескольких составляющих, как человек, есть духовно, есть все-таки плоть доминирующая. Даже апостол Павел говорит, говорит, «влечет меня и то, и другое». И в теле моем нахожу закон, противодействующий закону Духа. И бывают такие моменты, все-таки, что как держать себя в форме, о чем-то, ты говоришь, заедел, но как держать себя в этой форме? Однозначно, что признаю, что в своей жизни я испытываю, как и все люди, то же самое, определенно в этом деле, борьбой, однажды я был молодым человеком, пришел посетить, нас получил встречу с одним братом, он годится мне в отцы по возрасту, через него есть слово пророческое. И когда мы стали молиться, первые слова его молитвы, он молился так, «Господи, возьми угольство, его жертвенника, положи мне на мои уста, чтобы, если ты дашь мне слово, чтобы оно было освящено твоим присутствием». Я стараюсь, Юрий, с этим вопросом бороться, бороться до того, потому что он дает уроки такие, которые помогут нам в жизни, в общем-то, состояться правильно. Ты помнишь тот, наверное, тот год, когда в Сиатле было такое, особенно большое собрание, было приглашено в Рейнгарбонке. Несомненно. И я такой человек, что я не очень долюбитель. Я люблю хороших проповеджников, помазанных, но вот такой, чтобы я за ними везде бегал, как-то у меня нет. Я понимаю, что нужно Богу на всяком месте. И мы приехали с женой туда, на эту же встречу. Мы приехали где-то на это служение, где-то за полтора часа, наверное, пришли в этот большой зал, весь этот зал занят. Пришло время, мы там на балконе сели на ступенечках, думали, ну, ничего страшного, главное побыть в собрание. Но администрация говорит, что пришла, что покуда все лишние не выйдут в зал, а собрание не начнется. И тогда минут 15 не начиналось собрание. Ну, славяне, люди проверяющие, или это по-настоящему не говорят, это или ну-ка для пары. Или шутили формально для своей совести. Конечно же, нам нужно было выйти, но когда я вышел, меня впечатлила картина, потому что в зале были в основном взрослые и пожилые люди. Они знают, опытные, они знают, что нужно проехать заранее, занять лучшие места. Вот. Но когда я вышел, я видел там... Молодежь. Молодежь. Там двойное фойе, первый этаж, забито все фойе молодежи. Меня взяла такая ревность. И даже где-то... И вот такое, думаю, что с этим всем делать? Так может, наверное, здесь собрание начинать. Я так стою, смотрю, вот. И вдруг мне голос от Господа, а кто ты такой? Кто ты вообще такой, что ты здесь? И я отошел в сторону. Я раскаивался со слезами. Я говорю, Господи, прости меня. Ты, ты... Это твое церковь. Это твои люди. Это твои братья, которые организовывали это. У меня появилась, наверное, обида, что я там не сижу. Я приехал из Калифорнии, и не могу побыть даже в собрании. И я так искренне покаялся. И местным друзьям, которые там живут, в Сиатоле, и те, которые еще с нами приехали отсюда, с Сакраменто. Я говорю, все, все, мы уезжаем. Все, все. Раз нет места, поехали. И что ты думаешь, Господь мне показал? Когда я приехал, мы приехали туда пить чай. Вдруг мне звонил. Александр, ты где? Я говорю, ну, мы уже уехали, вот будем садимся пить чай. Он говорит, срочно приезжай, нужен переводчик. Ты смотрел. Я говорю, я не один, нас восемь человек. Он говорит, найдем восемь человек. Я не переводил, но я сидел, в общем-то, меня посадили на сцене, и я слушал моего любимого проповедника там. И я понял. Господь таким образом даже... Бог научил меня. С тех пор я понимаю, что вот эти наши амбиции, вот эти наши, все наши стремления, они иногда кажутся как святые, такие вот праведные, ревностные. На самом деле, все это мы ревнуем часто о себе. Болит ли сердце Бога? А если болит, то от чего? Глядя на церковь, как мы говорим, последних дней. Я думаю, что болит. Болит, знаешь, есть написано за измену народу Божьему. Потому что Библия говорит, что в последнее время, время, когда люди будут внимать духом, обольстителем и учением бесовского. То есть, что такое? Это когда люди внимают, внимательны, слушают, когда бесы им читают свои учения. Да, бесы, они приходят с рогами, но где-то садятся, возможно, на плечика. И, в общем-то, на протяжении дней, на протяжении какого-то времени людей склоняют, склоняют, даже самвона, даже самвоном, если нужно, склоняют людей. И люди, понимая истину, склоняются, оправдывают свои какие-то вещи, которые Писание конкретно порицает, осуждает, называет грехом, называет это делами плоти. Люди для этого находят оправдание. Это, мне кажется, приносит отцу самое большое страдание. Знаешь, почему? Потому что он знает, что люди пускают не просто какую-то плохую привычку в свою жизнь, люди пускают демонический мир. Демонический мир очень жестокий. Он приносит, и там, где он имеет право, он просто разрушает беспощадно. То есть, другим словом, что пастырское сердце тревожит состояние церкви. Общаясь с пастырями, ты находишь в унисон в себе такую тревогу? Или все, галилуя, слава Богу, все, прайзи лорд. Ну, я, Юрий, я всегда самого высокого мнения о пастырях. Правильно, да. Знаю, что, знаю, насколько этот труд порой непонятен для людей, сокрыт. Потому что каждый пастырь, он имеет, допустим, в моем сердце есть очень много радости о тех людях, которые в это же время, они внимают голосу Духа Святого. Как есть написано, имеющий ухо дослышит, что Дух, говорит церкви. Это яркая картина этих людей, как они живут, какие плоды их жизни. Вот. И, конечно же, есть всегда негативное. Ну, однозначно, что меня иногда мне неприятно слышать, когда люди хвастаются. Господь жив, Галилуя. Да нет, тебе надо исправиться. Да нет, не надо пускать пыль в воздух. Мы должны быть люди смиренными. Если у нас что-то не получилось, нам нужно сказать. Вот этот элемент, пастор Александр, вот этот элемент я заметил, я заметил в нашу, как мы говорим, прохаризматическую плеяду служителей возвращается. Вот возвращается, общаясь рядом, прохаризматического направления служителей, я заметил тренд, что все-таки хороший тренд. Все-таки, если раньше еще оно было какое-то присутствие вот какого-то такого по-человечески сказать, пафоса, лозунгов много, там мы сделаем, завоюем, возьмем, там мы отвоюем и прочее. Сейчас какой-то, я заметил, видно, Дух Святой работает с сердцами, более так вот элемент того, что более смирение, более сознание того, что все-таки Бог на троне, все-таки а не я со своими амбициями. Как ты заметил это? Юрий, я всегда нахожу утешение в Боге. Я знаю, что все мы, все мы, независимы, где, кто, в какой церкви, мы дети Божьи. Дети не просто Божьи, мы дети всемогущего Бога. Это того, кто может все. Если человеку это невозможно, то для Бога это возможно. Поэтому он знает, как нас взращивать, он знает, как нас исправлять, обрезать, очищать нас. И когда мы внимательны к этому, то у нас все хорошо получается. Но когда мы игнорируем это все, когда видишь, одно из качеств последнего времени написано сожженное в совести. Вот совесть это инструмент, который всех христианин должны хранить в самой большей чистоте, как зеркало. Наверное, самое большее в доме мы вытираем зеркало. Почему? Потому что мы не хотим, чтобы ничто не было препятствиями или искажением, кто мы есть на самом деле. Совесть наша это зеркало, которое может нам подсказать. И всякий раз, когда мы игнорируем это зеркало, когда мы находим оправдание своим поступком, когда мы находим какие-то духовные вещи, в общем-то это не приносит плода. Когда ты находишь в себе ошибки, или ты не находишь, бывает, что ты находишь какие-то ошибки в себе? Каждый день. как ты стараешься, апостол Александр, находить пути выхода из ошибок? Даже в служении церкви? Даже в служении признаюсь, первое, что я нахожу в себе ошибку, первое, что я делаю, я приношу Богу покаяние. Благодарю Господу, что ты меня... Скрываешь ли ты от народа ошибки? Нет. А надо их выпячивать? Я думаю, я думаю, я думаю, что если пастор дожился до такого состояния, что он не может рассказать о своих ошибках, то есть они уже пронесут поражение народу, значит, он должен попросить отставки сам. Может, как и Саула виноватия, но почти перед старейшинами. Да, то есть если пастор дожился до такого состояния, что если он рассказывает о своих делах, и они разрушат церковь, значит, это знак ему того, что он должен временно или постоянно уйти. В духовном он не есть правильный авторитет. Но если пастор может рассказывать свои ошибки, обычные жизненные вещи, что он ехал, и вот сегодня на фривее кто-то там ехал как черепаха, и он вспылил, это естественные вещи, которые в общем-то, когда он искренне рассказывает покаяние, как он с этим борется, что ему помогает его жизни, его личной жизни, победить вот эти пороки, я считаю, что они приносят человеком реальный такой вот пример подражания, потому что каждый на фривее может проявиться такое же чувство. То есть есть, другим словом, ты хочешь сказать, что есть моменты, даже в наших взаимоотношениях, то ли в семье, то ли где-то на фривее, то ли где-то друг с другом, есть моменты, которые мы не должны рекламировать и не должны иллюстрировать, но есть моменты, ко благу нашему, когда мы все-таки имеем право, имеем дерзновение, не боясь за свой авторитет, выложить как на духу, так отъесть. Я думаю, что порицаемое, ведь народ Божий это очень чувствительный и мудрый народ, и поэтому, когда пастор приписывает себе совершенство, которое он не имеет, это плохо, то есть он автоматически отторгается, но когда пастор обычный человек, как и многие люди, которые также встречаются с какими-то проявлениями своего характера, своего, допустим, недостатка терпения, вот, недостатка своего понимания, и он может об этом честно рассказать народу для пользы, он уже нашел путь, как с этим справиться, он нашел, как исправить свою жизнь, и он приносит, и говорит, в моей жизни было такое же, то же самое, у меня это было, как я исправил, оно служит, наоборот, оно, это и является именно свидетельством, которое помогает людям, потому что мы за Давида, мы проповедуем за все ошибки Давида, мы проповедуем за Петра, за свои, молчи, поэтому я считаю, что пастором должен быть прозрачным человеком, который, в общем-то, смотри, пастор, Александр, насколько, насколько мы имеем опасность в наших проповедях, как служителя, использовать какие-то трюки, я их называю, трюки, даже за кафедрой, к стыду нашему, для того, чтобы вот держать внимание аудитории, отвечать на потребности аудитории, насколько это оправдано, я приложу толкование, я приложу толкование, я сидел в своем доме как-то не так давно, и я переключал христианские каналы на спутниковом телевидении, переключился с импакта на англоязычные христианские каналы, я переключил на один канал в тот момент, очень известный канал, в тот момент, когда проповедник многотысячной церкви, известный многим, он как раз стоял ногами на Библии, это было, наверное, месяц назад, чуть больше, на своей Библии стоял ногами, это было окончание телевизионной программы, и он как раз, стоя на Библии, провозглашал, не пропустите следующее воскресенье, ни под каким предлогом, пригласите всех друзей ваших, а в зале сидело тысячи человек, ну не тысячи, тысячи, наверное, тысяч пять не меньше, пригласите всех, потому что я в следующее воскресенье буду проповедовать на тему, что является моим фундаментом, и на этом фундаменте я стою, вот, и как раз телекамера запечатлила тот момент, когда он, стоя так ногами, на Библии, вот, на своей Библии, на сцене, он стоял, подпрыгивал и говорит, не пропустите, я ожидал, я ожидал, будучи сам проповедником, я ожидал, что когда камера покажет народ многотысячной толпы, я ожидал увидеть, ну, по крайней мере, я ожидал увидеть скорбные лица людей, я ожидал увидеть старцев и старец, которые охватили голову своими руками, некоторые, я ожидал, будут посыпать пеплом, но я понимаю, в американских церквах пепла нет, но я думал, они будут образно показывать, что они пеплом посыпают, глядя на это, но этого не произошло, что я увидел, я увидел гром аплодисментов, это очень понравилось народу, и я переключил канал, ну, мое сердце, отозвалось болью, как говорится, кровью облилось от этой картины, потому что я вспомнил, и отца вспомнил, и многих героев веры, и служителей, которые за это слово, как они бережно, об этом мы на импакте рассказывали неоднократно, как они бережно к этому, порванному слову, кегебисты вырывали страницы с этого слова, оно было потрепанное, но они бережно хранили годами, десятилетиями, вот, и это, и так они бережно относились, и я не смог смотреть дальше, я переключил, я переключил следующий христианский канал, и я следующее увидел, как раз камера была направлена на сцену, это многотысячная церковь, тысяч 10-12 членов, и как раз камера была на сцене, когда я переключил канал, я увидел на сцене, огромная сцена, увидел пастора и кровать на этой сцене, и находился на кровати пастор со своей супругой, и с микрофонами, там не было неблаговидного одеяния, там они в одеждах были, но они учили с микрофонами, как надо мужу и жене поступать дома, в своем личном бедруме, я ожидал, пастор, когда камера переключится на народ, я ожидал увидеть слезы присутствующих, я ожидал увидеть то, что старцы и старицы посыпают голову пеплом, и кричат, господи, что же это такое в доме твоем, а когда камера показала зал, взрыв и гром аплодисментов, так понравилось народу, так вот, насколько оправданы такие трюки, чтобы держать во внимании, применяешь ли ты такие трюки, пастор? Да, только, признаюсь, не додумался, но я глубоко в своей вере осознаю, и моя молитва всегда, Господи, помоги мне не суетиться, помоги мне не делать то, что не принесет плода, ведь в христианской жизни очень много, то, что не принесет плода, ведь я для себя четко разделяю несколько моментов, каждый проповедник может соединиться, найти контакт с людьми на уровне ихнего, допустим, сегодня люди хотели бы дать вызов всему, бунт, можно проявить бунт, вот эти качества, стать на Библию, это значит соединиться с людьми, найти контакт на ихнем, в общем-то, уровне бунта, бунта, Библия всегда была почитаема, для меня был такой один яркий пример, однажды я был на одной американской конференции, я был несколько дней, и сидел, вот так получилось, что я сидел на третьем ряду, и возле меня сидел один пожилой, такой брат, старик, давай так скажем, пожилом возрасте, седой, у меня впечатлило его отношение к слову, каждый проповедник, который выходил цитировать слово, этот брат закрывал глаза, принимал благоговейный вид, и, наверное, он где-то на полсекунды раньше, или на секунду раньше цитировал, он знает, очевидно, он хорошо знает Писание, и он с трепетом, со слезами на глазах цитировал эти слова, вот этот трепет к слову, вот это вот отношение к слову, оно не позволит никогда стать на Библию, можно аргументировать, это бумага или Божье слово, но когда в твоем сердце порядок, тебе не нужно об этом аргументировать, ты можешь... И не надо трюки применять? И не надо никакие применять трюки. Вторая часть, что люди пытаются найти сегодня вот контакт с людьми на уровне популярности, интересов людей, но конечный результат, мы же работаем на конечный результат, мы не работаем на результат сегодняшнего дня. Психологического эффекта. Да, если работать на том, чтобы, в общем-то, тебе поаплодировали, в общем-то, или тебе вот, или другой момент, рассказать какой-то, такую, как мама плакала о сыне, чтобы все зарыдали в собрании и в это время пригласить к молитве, ну, ну, а какой плод, да, был какой-то, вот, в общем-то, всплеск. всплеск был, все минуты, ведь мы же люди эмоциональные, это просто делать, но все-таки, когда мы стремимся чисто, искренне понимать, Господи, пойдем в собрание вместе, Господи, вот давай будем делать то, что ты будешь делать, давай будем в этом, я хочу в этом участвовать, и даже если почва очень плохая, и даже если люди не пришли сегодня слушать сегодня твое слово истинное, все равно, Господи, помилуйся народу, дай слово, дай слово, напомни это слово, завтра, послезавтра, я верю, что это намного более эффективный подход, чем все остальные трюки, которые пользуются сегодня мир, потому что результат такой, а люди теряют уважение к слову, истина больше не стала истиной, но христианский мир, Америка считается пост-христиан, то есть пост-христианская страна, к сожалению, это значит люди, которые однажды были христианами, христианами, кто им помог так стать, а вот эти вот шоу, вот эти вот, вот эти вот все люди, которые стремятся, чтобы добиться какого-то результата, пожалуйста, придите, потому что я буду завтра, в следующий раз ставить, в Новоскресенье на Библии, конечно же приду посмотреть, что за чудак такой, но как Господь на это смотрит, конечно, Бог смотрит, с сожалением, наверное, с сожалением, ведь апостолам Христос заповедовал своим ученикам следующее, не удаляйтесь от Христиан, от Иерусалима, доколе не примите силу, ведь он знал, что если они пойдут без Духа Святого, им нужно будет делать все, им нужно будет кровать тащить, им нужно будет все делать, находить инструменты влияния на душу, на мысли, на все, манипулировать человеком, но только присутствие Святого Духа, но только когда Дух Святой постучал в сердце, и зажег его сердце, больше, чем ты проповедовал, больше, чем ты готовился, вот то, к чему должны стремиться. Александр, время пролетело, мне подсказывают, что нас осталось совсем мало, спасибо. Спасибо вам за возможность. Это было здорово, я верю, что это было благословением, друзья, поэтому наша тема была, чем дышит пастырское сердце, от чего оно болит. Мы беседовали, а вы услышали, Бог да благослови вас, мы любим вас, Иисус Христос любит вас, читайте это слово, любите Господа, молитесь Ему, помните, Бог на вашей стороне, Он любит вас, будьте благословен, оставайтесь с нами на импакте, не уходите с влияния, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok